Разрежьте этого червя пополам, и вы получите два живых червя. Разрежьте его голову пополам, и у него вырастут две головы. Отрежьте глаз, он вырастет снова. Поместите глаз вместо отсутствующего, он приживется. В сегодняшнем видео вас ждут животные, у которых всегда есть запасной план на случай смерти. Обезглавливание. Такой процесс, который обычно нельзя обратить вспять. То есть, когда отрубаешь кому-нибудь голову, на этом все и заканчивается. Но для некоторых видов червей лишиться головы вообще не проблема. Они просто отращивают новую. Причем недавнее исследование показало, что эта сверхспособность не является древним навыком. Черви научились отращивать новые головы и создавать новый мозг только 10-15 миллионов лет назад. Да, по меркам Вселенной это совсем недавно. Из 35 видов лентовидных червей, которых изучили ученые, голову могут отращивать только 5. И это тоже странно. Обычно близкие виды развиваются одинаково. В то же время, чуть более далекие родственники лентовидных червей, плоские черви, однажды посетили международную космическую станцию и устроили там нечто невероятное. Находясь за пределами нашей планеты, космический червь пережил ампутацию части тела, чтобы затем вырастить там голову. Причем голова у него вообще-то уже была. Получился червь с двумя головами, по одной на каждом конце. Настолько редкий вид регенерации, что ученые о таком даже не слышали. Что именно сподвигло червя отрастить себе две головы, неясно. Но есть кое-какие догадки. Поскольку странная регенерация произошла на МКС, она могла быть вызвана потерей геомагнитного поля, гравитацией или стрессом при взлете и посадке. Короче, всеми компонентами любого космического путешествия. К слову, для этого червей и брали в космос, посмотреть, как необычная среда повлияет на них. Но никто даже не предполагал, что эффект будет таким. К слову, космические черви, вернувшиеся на Землю, отличались от земных и некоторыми другими особенностями. Но это не так уж интересно по сравнению с двумя головами. Но если вам кажется, что история с отращиванием второй головы уже что-то нереальное, то погодите, это только начало. Ученые обнаружили, что плоский червь может регенерировать свою голову и мозг в форме головы и мозга других видов червей. Понимаете, да? Он буквально способен вырастить чужую голову. Не целенаправленно, конечно, и не по собственной воле. В этом нелегком деле червям помогли исследователи. Изменяя щелевые контакты, коммуникационные структуры, которые позволяют клеткам разговаривать с помощью электрических импульсов, ученые смогли изменить архитектуру червя так, что его голова и мозг имитировали форму других видов. На этом фото четыре разных вида червя. Манипуляции будут проводить с крайним левым. А вот все тот же левый червь в обличии других червей. И хотя ученые вмешались в процесс регенерации, по сути изменения были внесены без каких-либо манипуляций с геномом. Важно уточнить, что у червей не просто отросли головы другой формы, но еще и изменился мозг. Но больше всего меня поразило, что эти изменения оказались непостоянными. Всего через 30 дней без человеческих манипуляций черви вернули себе свои родные головы. Интересно, они вообще заметили что-то? И тут у вас, возможно, возникает вопрос. А как черви вообще выживают без головы? То есть, чтобы отрастить новую, им ведь сначала нужно не умереть. Да, некоторые животные способны пережить обезглавливание. Мы рассказывали о них, но не про последующую регенерацию. Как, например, быть с воздухом? Что ж, здесь как раз все просто. Планарии настолько плоские, что им не нужны ни легкие, ни сердце, чтобы поглощать и распределять кислород по телу. Они получают кислород и выделяют углекислый газ путем диффузии, прямо через стенки тела, без посредников. С едой все немного иначе. В первую очередь планарии начинают отращивать специальную трубку, которая отвечает за пищеварение. Ну а рот у них вообще не находится в голове. Его хорошо видно вот тут. Червь есть, говяжью печень, которую ему положили исследователи. Через это отверстие животное и ест, и испражняется. Согласен, звучит не очень гигиенично, но черви, ребята, непривередливые. Впрочем, еду мало съесть, сначала ее нужно найти. Для этого черви используют не только глаза, также они могут чувствовать химические сигналы. Короче, голова им не особенно-то и нужна. Да и живут черви часто в темной, водной среде, защищенной от прямого света, поэтому зрение им тоже без надобности. Все, что требуется для безопасности – уходить в темноту, если оказались на свету. Это можно сделать и без головы. Более того, планарии умеют воспринимать свет, даже лишившись мозга. Естественно, чтобы выяснить это, ученым пришлось провести ряд экспериментов. Сначала червям удалили головы и дали посидеть в темноте. Черви не двигались. Но стоило включить свет, как они тут же бросились бежать. Ну, насколько черви вообще способны бегать. Так и работает их зрение, воспринимает ультрафиолетовый свет. Различать цвета, как мы, и тем более смотреть вдаль, черви не могут. Причем только зрелые черви обладают этой светочувствительной сверхспособностью. Недавно вылупившиеся особи оказались не способны обнаружить ультрафиолетовый свет после того, как им отрубили головы. А значит, светочувствительные клетки в телах червей развиваются только спустя некоторое время. Возможно, это такой и показатель взросления. Ученые также обнаружили, что когда целые планарии находились в неактивном состоянии, похожем на сон, они оживлялись в присутствии ультрафиолетового света, даже если не реагировали на другие визуальные раздражители. Может показаться скучным, но вы вдумайтесь! Зачем червям? Вот этим крохотным существам такая способность! Похоже, светочувствительность всего тела помогает защитить дремлющих червей от вредных ультрафиолетов. Такой механизм может быть явно выгоден обитающему в воде организму, который не любит свет и, скорее всего, ведет ночной образ жизни, отдыхая в течение дня, пишут ученые. А если вы вообще не поняли, о чем я только что говорил, поясню простыми словами. Тело червя двигается само, пока он спит, чтобы переместиться в безопасное место. Вот для чего ему нужно видеть всей своей поверхностью. Вообще, раз мы заговорили о странной, прям-таки невероятной регенерации червей, обязательно стоит упомянуть их способность восстанавливаться из крохотного фрагмента. Буквально. Кусок планарии без хвоста и головы может вырасти заново всего за три недели и наблюдать за этим процессом поразительно. Просто представьте, вы берете червя, делите его на четыре части, и каждая из них спустя время становится самостоятельным животным. В первую неделю на кусочке планарии появляются два крохотных пятна. Новые глаза, выращенные с нуля. Но планария, если ее еще можно так назвать, по-прежнему выглядит как капля. Капля с глазами, не самое странное. К двенадцатому дню у капли уже вырастают новая голова и новый хвост, оба полупрозрачные. Еще через неделю они становятся коричневыми. К этому моменту планария уже может есть, используя белую мускулистую трубку, называемую глоткой, которая действует как пылесос, выдвигаясь из тела и всасывая кусочки пищи. Да, это та самая трубка, которая работает на вход еды и на выход отходов. А зачем отращивать себе лишние органы, когда все можно сделать одним? Если сравнивать эти процессы с регенерацией людей, начинает казаться, что планарии вообще что-то инопланетное. Ведь когда мы получаем серьезную травму, лучшее на что мы можем надеяться, это то, что наши раны заживут. Но наши конечные не вырастают снова, если их отрезать. Не говоря уже о том, что из человеческой руки или ноги не получится целый человек ни за две недели, ни за 10 лет. Человеческое исцеление больше похоже на закрытие раны и очистку от мусора. Это слишком короткий процесс для замены тканей. Но именно заменой тканей, регенерацией и занимаются планарии. И именно в этом они настолько хороши, что нам, людям, остается только завидовать. Ключом к регенеративной способности планарий являются мощные клетки, называемые плюрипатентными стволовыми клетками, которые занимают одну пятую их тела и могут стать чем угодно. В рамках одной планарии, конечно. Но вот что интересно, они есть и у людей. Правда, только на эмбриональной стадии. То есть до рождения, когда нам нужно выращивать органы и части тела. Появившись на свет, мы по большей части теряем эту способность, хотя все еще можем чуть-чуть регенерировать. Например, это могут делать печень и костный мозг, а также внешние слои кожи и внутренние слои кишечника. Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с планариями. Да и не все черви настолько хороши в регенерации. Если взять, например, дождевого червя и разрезать его пополам, то вы не сможете получить два полноценных организма. То есть голова червя может выжать и восстановить хвост. Но из первоначального хвоста червя не сможет вырасти новая голова, не говоря уже об остальных жизненно важных органах. Вместо этого хвостовая часть червя погибнет. Совсем другое дело плоские черви, о которых мы сегодня столько говорим. Любая, даже небольшая часть может восстановиться и стать целым жизнеспособным червем, и неважно из какой области плоского червя вы возьмете эту часть. Некоторые виды планарий вообще могут использовать регенерацию для размножения бесполового акта. Тут все довольно просто. Бесполые планарии разбивают свое тело на две части и из каждой половины выращивают новую особь. Казалось бы, что в этом странного? Организм размножается делением. Обычное дело. Но в пределах того же вида встречаются планарии, размножающиеся половым путем. То есть пока одни черви спариваются и откладывают яйца, другие просто делятся. И это реально странно. Даже для биологов. Еще более странно умение отращивать не только голову с мозгом, но и восстанавливать память. Эксперименты показывают, что плоские черви могут сохранять натренированное поведение даже после обезглавливания. Исследователи научили плоских червей перемещаться по неровной поверхности в поисках пищи, а затем удалили им головы. Спустя положенные две недели головы отросли, и червей снова отправили в путешествие. Представьте себе удивление ученых, когда они обнаружили, что черви с новыми головами вспомнили, как им двигаться. Похоже, некоторые воспоминания о приобретенном навыке жили в телах этих червей даже после того, как им отрубили головы. То есть они явно хранились не в голове. Но где? И вообще, что дальше? Присваивать чужие воспоминания? Оказывается, да. В 50-60-х годах было приведено исследование, которое вызвало очень много споров. Миллионы были потрачены на дальнейшие исследования в этой области, хотя ученые и отнеслись к результатам скептически. И вы сейчас поймете, почему. Сначала исследователь научил плоских червей сжиматься под лучами яркого света. Тут все просто, они не любят свет. Затем он скормил кусочки этих червей другому виду, плоским червям-каннибалам. Они не умели сжиматься от яркого света, потому что никогда этому не учились, но пообедав умеющими червями, начали вести себя так же, как и их пища. Чуть позже был проделан еще один эксперимент. На этот раз с лабиринтом. Черви, которые не умели проходить через лабиринт, научились делать это, как только съели кусочки червей, которых научили проходить через лабиринт немного раньше. То есть, вместе с питательными веществами они усвоили еще и их память. Ученый, который устраивал все эти опыты, сделал вывод, что определенные воспоминания кодируются в нервной системе. Увы, несмотря на широкую огласку, другие ученые не смогли воспроизвести опыты с тем же результатом, и в итоге о присваивании чужой памяти через поедание просто забыли. Звучит довольно иронично. Бессмертные черви Забудьте о дорогих лосьонах и снадобьях. Ключ к бессмертию может быть найден в плоских червях. Ученые выяснили, что эти черви, обитающие в озерах и прудах, обладают замечательной способностью снова и снова регенерировать. То есть, черви буквально живут вечно. Этим воспользовались ученые Ноттингемского университета, которые создали колонию из более чем 20 тысяч червей, причем все эти черви происходили от одного оригинала. Ну, вы помните, как из двух частей плоского червя вырастают две самостоятельные особи? Так и получилось 20 тысяч, и на это ушло всего лишь 4 года. Ученые уверены, что один единственный червь, который не делится, будет жить вечно, если только он не подхватит инфекцию или другое заболевание. Ключом к бессмертию плоских червей являются теломеры – крошечные биологические часы, закрывающие концы хромосом. Обычно со временем они становятся короче, останавливая деление и обновление клеток и вызывая старение организма. Но у плоских червей теломеры остаются неповрежденными, позволяя клеткам многократно делиться, останавливая старение. Получается, плоские черви – это что-то типа эльфов во вселенной Толкина? Я представлял их немного иначе. Сам себе самка Ученые обнаружили плоского червя-гермафродита, который буквально прибегает к самооплодотворению, когда не может найти себе партнера. Он способен использовать эту репродуктивную стратегию, поскольку у него есть как мужские, так и женские половые органы. Хотя это и дает им бредное потомство, это все же лучше, чем вообще не иметь возможности продолжить род. В конце концов, дать потомство – основная цель большинства живых организмов. Обычно эти плоские черви размножаются путем обмена генетического материала с другими червями. Но в рамках исследования у одного червя не нашлось пары, поэтому он решил, что для оплодотворения сойдет и собственная голова. Вроде как лучше, чем ничего. И подобное, кстати, наблюдали впервые. Червь без ничего Обычно у живых организмов должен быть какой-то набор органов, и он плюс-минус стабильный. Однако не так давно был обнаружен очень любопытный плоский червь. У него нет ни рта, ни задницы, ни кишечника. Однако эти недостатки не замедляют развитие червя. Ученые выяснили, что симбиотические отношения с бактериями, обитающими внутри червя, поддерживают его жизнь. Это работает настолько хорошо, что на самом деле они делают это уже более 500 миллионов лет. Нас спасут черви. Согласитесь, звучит обнадеживающе. Мы все уже поняли, что плоские черви вроде планарий могут заново отращивать части своего тела после того, как их удалили. И ладно части тела, они воспроизводят целые организмы с нуля. Короче, ученые решили, что такое нужно использовать для изучения регенерации ткани человека. Не так давно была идентифицирована стволовая клетка, которая заставляет плоского червя заново отращивать голову, мозг или другую ткань. Исследователи полагают, что знание этого процесса может помочь манипулировать возобновлением роста клеток у людей и решить целый ряд медицинских проблем. Плоские черви помогут от всего – от врожденных дефектов до травматических повреждений или даже рака. Конечно, должно пройти довольно много времени, прежде чем ученые поймут, как использовать способности червей на людях. Но знаете что? Необласты, то есть стволовые клетки, которые содержатся у планарий, изучаются с конца 1800-х годов. И только в последние годы исследования привели к серьезным прорывам. Так что, возможно, мы получим лекарства от всех болезней гораздо раньше, чем думаем. А еще все эти исследования могут открыть людям путь к бессмертию, ну или хотя бы к тому, чтобы продлить молодость и замедлить старение. Тоже ведь хорошо. Да и тогда останется продлить получение удовольствия от жизни. А то пару сотен лет покажутся уж очень скучными. До скорого!